Мы заезжаем в Карачаево-Черкесскую республику, вот пересекаем границу Стелла впереди между Ставропольским краем и Карачаево-Черкесии. А вот так что проехали пост, пост ДПС стоит, если ехать из Кисловодска, то вот перед Стелла, получается, в поселке Мирном, предгорный район Кисловодска, возле Кисловодска, там стоит пост. Кстати, на этом посту очень часто останавливают проверки, ну и очень часто приколупываются, говорят, к запаху, чтобы не было алкогольного запаха. Ну, перед нами машины, как раз перед нами машины с московскими номерами стоят. Собаки что-то бедную корову сгоняли. Что, подъезжаем? Как хочешь? Кофе, кафе, 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 кафе. Ну, там и сразу захотелось кофе. Вроде здесь кофе из кофемашины, потому что дальше, скорее всего, такого не будет. Закончили. Здесь населённые пункты, и вот дорога пошла вот такая, немного подубитая. Ну терпимо ещё. Ну терпимо, да, но мелкие ямки, ещё пока не глубокие. Ещё какие-то заплатки где-то остались, ямочные. Ну легковушка спокойная, ну не торопясь. Проехать-то, конечно, можно, но уже такая похожа, чем на селённых пунктах. И вот вдоль дороги стоят точки с горным мёдом. Видишь, горный мёд, горный мёд. И, кстати, нигде не написано «Медовуха». Когда едешь по Алтаю всегда, если написано «Горный мёд», будет приписка «Медовуха». Здесь только горный мёд написано. Мы будем чувствовать, что на Алтаю это и не «Медовуха». по крайней мере. Смерть, вода и мёд, конечно. Спаивают, то есть, да? Здесь нет. Не спаивают. Вот. В лавках также, вот, в местных, также где-то сейчас кофейня была. Тоже продаётся мёд местный. Карачавский. До перевала Кумбаши показывает 20 км сейчас. До вершины? Ну да. На верхней точке? Ну, получается так. Или до самого перевала, я не знаю. Нет. Перевал почему не начался? Не может быть. До начала перевала? Ну, наверное, до начала. Может быть, до сундровой площадки первой. Природа, конечно, сильно отличается от Кабардино-Балкарской. И вот, когда мы ездили на Джилусу, другие здесь горы, они... Как бы клинные, мне кажется. Да, они какие-то мягкие породы, получается. А в Кабардино-Балкарии они более скалистые. И вот такие вот горы, вот они примерно вот такие вот, где-то после Кисловодска, вот где знаменитая достопримечательность гора Кольцо, которое... Почему там кольцо образовывалось? Чтобы и ветрами, и дождями вымываются. Мягкая порода. Там вот края, блин, просто красная. Да, красная. Там никакого намёка на камне не должно быть. Поэтому, возможно, здесь населены часто. Почему-то именно здесь, вдоль дороги, часто горный мёд стоит, продаёт. Ну, видишь, полянки? Видать, здесь поля располагают к тому, чтобы здесь можно было добывать хороший мёд. В Кабардино-Балкарии такого нету, чтобы прям так постоянно. Я бы сейчас с удовольствием мёдку покупал. Ну вот, останавливайся, покупай, кто тебе не даёт. Да, я специально. Я как бы люблю прошлогоднюю. Ну, остановись, купи прошлогоднюю. Может быть. Ну, возможно. Можно бы остановиться, спросить хотя бы цены. Да и вообще, что продают. Раз стоят здесь повсеместно, значит, здесь занимаются долго этим пчелостом уже. И, наверное, давно, долго профессионально. Веселёк же у нас. Наверное. Тоже. Веселёк. Уникально. Куризники. У ASA. Здесь, похоже, недавно ямки заделывали. А то сейчас был участок такой, что ехать можно, но не разгонишься совсем. Лучше по обочине. Ямочки объезжаешь по обочине, да. Хотя у нас высокая площадка. Не знаю, может быть, есть какая-то другая дорога. Я не посмотрела, просто... Спонтанация. Просто водлагись указала перевал Бумбаш. Я тут дорогу показала и выбрала. Возможно, есть где-то что-то лучшее. Хотя вот кафе вот стоит, я на рабочую. Иначе здесь люди тоже ездят. Ну и вот кое-где ямки уже заделывают, получается, вот... Наверное, сейчас даже мы сюда поездим. Вот видишь, щебенка, это уже будет здесь завод асфальтовый. То есть готовится к ремонту. Возможно, это единственная дорога до этого перевала. Возможно, еще где-то есть, я не знаю. Так, ну, туристический автобус. Ну, опять же, да. Ну, вот, получается, что по километру жжу. Вроде бы недалеко, но едешь тихо. Вот здесь уже получше пошло. Вот до этого места, получается, немного заделано. Уже может чуть-чуть скорость набрать. Вот опять слева мед. Ну, что-то я прям захотел мед ложкой прям с банки. Ну, раз здесь пасека на пасеке, значит, стоит попробовать. Это хотя бы ради пробы купить. Карачаевский мед с карачаевских полей. Мне сейчас любой понравится. Давно не... Ложка не будет. Ну, вот уж горы более скалистые. Ну, хотя... Чувствуется, что она на подъем ночью. Хотя тоже еще порода мягкая. Ну, вот тут более... Ну, я думаю, мы вот эти площадки, где кругозоры мимо не проедем. Там по-любому есть небольшие места для стоянок. Ну, это я ищу глазами, где туристов поймать. Да, да. Площадки. Обзорные, да? Ну, где обзорные площадки, там вроде как на карте показывают, что места для стоянок есть. Наверное, мимо не проедешь. Главное, чтобы заранее увидеть, где остановились. Ну, вот наверху, помнишь, там кафе был большой такой. По-моему, это было на самом деле. Вот там большая обзорная площадка. На карте их показывают несколько. Ну, это уже. У меня вот все-то заполнится. В сто... А, вон они. Блин. Ну, мы уже поднимаемся все. Ну, потихоньку еще, да. Ну, вот действующий мед. Здесь может подосновиться. И дяденька на пчеловоду похож конкретный. Сверху домик тоже там стоит одинокий. Ну, уже такие виды интересные начинаются. Да, вот где-то примерно с этого места поинтереснее. Хотя вот эти вот цветы вдоль дороги тоже веселенькие такие. Разнообразие придают полям цветущим. А мне нравится туда вот сочетание горы и тучи на небе. Тучи на блокадах. Какая-то совсем. Сегодня, кстати, показывает 20 градусов на улице. Это вообще очень хорошо. Давно у нас не было на улице 20 градусов. Вчера было где-то 35. А сегодня даже в Пятигорске, в Кисловодске показано, что это плюс 20. Ну, и здесь вот я посмотрела. Сейчас пока тоже показывают плюс 20. Машина 21 градусов показывает. Значит, где-то по факту 19-18. Ну, да. Примерно так. Сегодня 24 июля. Это, наверное, первый день лета, когда спала жаришка. Прям пекло. 24 июля. Среда. Будний день. Сейчас примерно пол 11 утра. Там картинка. Да. Уже красивые виды пошли. И особенно мне тут цветы нравятся по обочине. Это так больше как-то природа больше на Алтайскую в этом плане похожа. Там тоже поля, цветочки и горы. Почему, блин, я цвета не замечаю? А, в Кабардино-Балкарии как-то посуровее вот, что ли. Нету таких вот... Есть, конечно, полянки, но не вот так, что прям вдоль обочины. Ну, мне так кажется. Может быть, я еще мало где была. Может быть, я не замечала или, может быть, время года было не то. Ну, не знаю. Вот они, голубенькие цветочки. Но сейчас поменьше пошли. Поначалу тут. Где много ямок. Там было много цветочков вдоль обочины. Ну, с этих цветочков почему-то собирали? Да, вот. Поэтому, наверное, на обратном пути мы раскладываемся, купим. Единственное, что... Спросим цены... Здесь вместе с пальцой от газов от машины. Ну, да. Поэтому... Спросим цены. Может быть, купим какой-нибудь на пробу. Ну, на рынках в Пятигорске, Кисловодске, в Железноводске, в Сентуках. Конечно, мед есть разный. И карачайский, и капардинский, и каштановый, и липовый. Какого только нет. И можно пробовать, и можно настоящее купить. В этом плане здесь попроще, чем, например, на Сибирске. Ну, в Новосибирске тоже можно помнить. Ну, это нужно знать, да. Чтобы этот человек был с Алтая, например. Что ты ему уже доверяешь. Помнишь, мы его в городе... А, ну да. Брали. Да, да, да. Ну, это уже... Это уже прям нужно кого-то искать, и вот уже... Да, ну, самих пасечников. Да, такое тоже можно. У них, правда, как-то в разнообразии не было. Донник только. Ну, зато он вообще какой-нибудь кейфов. Ну, вот заходят, да. Как картинышные. Белые, на самом деле. Да, вообще, призаточки. Блин. А вот, это, капитаник, тоже где-то подъемники? То есть, горнолыжка какая-то? Ну, вот трасса. Слева горнолыжная трасса. Только они заброшены, потому что идут. Ну, заржавленные. Может, какая-нибудь учебная была? Ну, аллея для школьников. Ну, просто заброшенную. Ну, просто, что она невысокая. Ну, здесь дело как бы не высойдет, что она глинная или не глинная. Ну, вот уже у нас пошел перевал Серпантин уже начинается. Да. Я думаю, очень высокая слева. Ну, и покажется, что 7 километров... Ну, может, до начала перевала 7 километров. Ну, вот по карте я же вижу, что у нас... Правда, петля... Потом... Ну, потом... Такой плавный опять... Идем. Не настолько... резкий, как на Джалусу. По дороге на Джалусу. Ну, да, прям заметно поднимаемся уже внизу. Сфу тут остановиться. Там, походу, мы снова проезжали. Там дорога... Где-то, наверное, может, есть когда-то. Да. Ну, может быть, не это, но... Что-то есть. Тоже ямки. Тоже поосторожнее. Главное не гонять. Тоже поосторожнее. Главное не гонять. Здесь у нас такая... Полянки, луга такие погуще. Такие понасыщеннее. Из-за того, что, вероятно, порода мягкая. Гора. Есть случаи растительной стрессы. Более благоприятные условия для нее. Какие-то желтые цветочки нашли. Были красивенькие такие. Ну, по сути, не торопясь так. Без напряжения, так. И трафик. Я говорю, может быть, есть какая-то другая дорога, потому что, ну, прям мало народу. На Джулусу, если едешь, то там... Там много очень машин. Там туристических маршруток. Просто легковых машин. Очень много. Здесь, может быть, что это? Один автобус был на встречке и все. Как-то странновато немножко. Хотя, это дорога на Дамбай. Хотя, на Архиз черти можно ее видеть. Не знаю. Чего так-то? Домики из сибирского сруба. Ничего себе. А это здесь, на площадку? Давай остановимся. Да. Ну да. Смотри. Так. Все. Пойдем смотреть. Ну, то, что я люблю. И этот... У тебя дядька бы на уши. Это что бы... Ну, уехал бы никуда. Сегодня кайфово на улице. Вот первая скутровая площадка. С... 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 Как... Сатары овец. С большими собаками. Пастухами. Волкодавы такие. С собаками на... Сошейниками. Но подбегают к туристам. Мне по пояс. И вплотную подходят. И нюхают. Прям носом упираются. Еще можно такие. Бодрые. И все. И все. Нам сказали их не кормить. Типа. Не бойтесь они их. Главное не кормите. Смотри. Тоже как-то начинка. Да? Угу. Вот. Холмутся. Ты как хочешь, а я пофотру. Вторая смотровая. Здесь меньше десяти. Гляньте сзади. Есть. Потому что машина стоит. И девятнадцать покажет. Едем. Там тоже есть, но быстренько. Вот и машины. Поехали. А вон. Коричневый. Угу. Это вон там. Угу. Угу. Есть там площадка. Про которую я говорю. Ну там тоже остановились. Ну конечно. А ты чего-то их? Не знаю. Я просто уточню. Ты вот сейчас не уходила. Например. Я сейчас не вышла, потому что там собака эта большая опять пришла. Я ее боюсь. Смотри. Она мне по поясу. И она утыкается носом прям. Вот такая захава. Только так. Даже не подумал. Ну ничего. Он подошел, понюхал. В принципе пошел. Ну она как бы пастушечья. Я так понимаю. Ну она сошельник. Но вся ободрана. Она линейная. Ну а то, что ободрана, она прям свежая. Она отралась с кем-то недавно. Может с волком каким-то. Ну скорее всего. Ну она как бы для этого и здесь. Да. Вот тут, например. Показывает, что изнутровая площадка кругозор типа. Угу. Вот. А вот здесь вот. Так смотри справа. Посередушку вижу. Закрыто? Что это все? Вот горный мед. Наскагорный. Ну походу закрыто, но с обеда открывается. Да. А вот здесь шло коротко. Ну вот там, сзади этих зданий смотровая площадка небольшая оборудована. Можно пройтись подальше там погулять. Сегодня у них выходной. Среда. Выходной. Подъезжают люди, спрашивают о Хачине. Вот сказали. Двигайтесь прямо. Шесть километров. Вот еще дорога идет тут наверх. Сказали, что на высокой машине туда проехать сейчас без проблем. Ну, сухо. Вот. Что там, как там, я не знаю, как это называется. Ну, почитаю. Ну, машины едут. Поехал у вас Патриот туда повез туристов. Пока мы сидели, штук 8 проехало Патриот. Туда. Обратно. И они, так что я поехал. Ну, видимо, туристы Катриот. Я что-то у них не спросил. А они туда уезжали все. Угу. Интересно, может быть туда заехать специально? Одна Газель в микроавтобусе проехала в обратную сторону. Но он не останавливался. Ну, эти вишни свои, их не рискнули хотя бы. Тонки тоже там были. Кроссоверы. Ну. Как бы их понятно, что домой далеко ехать. Что машину били. Каичники, что ли? Да. Интересно. Кстати, туалет есть. Туалет 20 рублей. Ну, там никто не сидит не собирает. Так, на доверие. Подходишь к китающе. Тойот на бумага есть. Ну, вот, наверное, смотрю площадка с зонтиком. Тормозим, да? Ну, наверх. Может, за кем-нибудь сзади поехать туда? Да. То есть, то, чтобы подойти до краевого пуха. Нет, оттуда, наверх. Сейчас? Ну, мы можем просто поехать. Обязательно на кем-нибудь. Разрешай. Ну, давай на перевал сейчас разберемся. Здесь показывает высота 2050. Ну, я чувствую, как будто это. И я абсолютно никак не чувствую эту высоту. Ну, кроме как смотришь вниз там. Ну, и обрывчики и то здесь такие мягкие. Ну, знаешь, голова не кружится. А воздуха не хватает здесь. Обрывчики мягкие, кстати, да, полупилетают. Но меня не кусают. Мне, чтобы моей килограммы носить надо это. Много воздуха. Много не хватает. Много голов не кружится сегодня. Сейчас, может быть, перевал проедем. Может быть, все-таки туда поднимемся. Посмотрим, что там. Да. Потому что, я так понимаю, когда вот, например, если в дождь, тут даже не подняться уже просто так. Глина тоже. Да, это глина. А раз сегодня хорошая погода, то, может быть, и съездить. Ну, сейчас это будут сплошь смотровые площадки. Ну, я так понимаю, вот это вот точно смотровая площадка, это это здание. Ну, да. Ну, даже фото ли там в прошлый раз. Только вот этого здания не было там. Красиво. Да, точно. Там было просто такой пятачок. Немного загажено. А сейчас вижу там постройки по кафе. Может, заезжаем туда же? Ну, давай. Косинка костит траву. Косой. Ну, да. Смотревая площадка. Смотревая площадка. Смотревая площадка. Ну, да, красивая. Внизу он красивый. Там деревня какая-то внизу. Да. Верхняя Мара и Нижняя Мара. Или Мара. Кстати, деревня красивая. Ну, места расположены так. Вот, я думаю, до верхней деревни, до верхней веселовой доехать, проехать, вернуться и подняться на эту площадку. А, ну, здесь тоже вот оборудована площадка. Ну, еще строится. Ну, я вот вижу уже там, как сейчас модно небесные качели. И, кстати, вот машинка, откуда они взялись? Приехали? ПЕРЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда мы ехали, у нас машина, там одна-две всего встретились, а на привалах подъезжаешь, машин очень много Потому что, оказывается, люди едут сюда, скорее всего, с Карачаевска Это со стороны Пятигорска, Кисловодска Вот, наверное, одни мы только приехали Все остальные вот как раз едут с другой стороны Здесь и дорога лучше И вот сейчас вот пара была У них семейная фотосессия с нанятым фотографом И вот, либо они специально приехали на небесных качелях сделать семейную фотосессию Либо они фотографа с собой наняли в путешествие Ну, это одно из двух Ну, вот, получается, и вот они опять же развернулись И поехали опять в сторону Карачаевска тогда, получается Ну, то есть Ну, вот С Пятигорска Сегодня со стороны Пятигорска по той дороге С ямками мы одни ехали Ну, серьезная камера Вообще, вот, регион 0,1, то на что 0,1? Тоже молодые Ну, ка... Пятьдесят Старые, да Вот Да, ну, видишь, конкретно Стрелобойного объектива Ну, вот растительность здесь такая вот прям Она больше похожа на как растительность даже в Алтайском крае Но только там нет гор таких И также пауты летают Также вот она насыщенная такая Густая Разнообразная Высокая Трава высокая Цветочки высокие Вот эти сорняки Да, на Алтае это город помощнее Нет, я про Алтайский край Потому что на Алтае, например, тоже нет паутов А вот в Алтайском крае Вот такая же Такие же вот поля И тоже с такими же паутами, кстати Ну, а зато там Горы не такие Вот как в прошлый раз Меня В первый раз вышел Меня пауты покусали И все теперь больше не дорогой Ух ты, как красиво справа Чувак, поэтому я там оставлю А, ну, на обратном пути запомнил это место Тоже там остановилась Но он приехал, он стоял на спорте Ну, красиво, да Справа Долинка И там в Герри Силово Я понял про поводу Они меня покусали Потом своим передали Чтобы на кровь не вкусно Угу Я к примеру, я больше не трогал Красивая дорога Я не знаю, почему Дорога на Лиджейнсу считается Самой красивой Но в чем тут хуже? Ну, она другая Просто другая Нет, она и не хуже И не лучше Но она просто другая Она красивая Ну, и вот здесь перевал Просто он покороче Он один такой А остальные Ну, и получается, да Здесь до Карачаевска Близко Вот они все с Карачаевска Едут на эти обзорные площадки Они доезжают До вот этой последней обзорной площадки Которая была у нас первая Наоборот Вот Они доезжают до той обзорной площадки Разворачиваются И едут назад Получается, с Карачаевска Многие, наверное, прилетают туда И видишь удобнее Архарист Домбай С Карачаевска Да, да То есть, скорее всего Многие туристы останавливаются Тянуть там, вставать Ранее Который быстренько проснулся Стал, все убьет Получается, что Вот это место Она больше популярна Наверное, у тех, кто В Карачаевске живет В принципе, если Другодельно Соберемся А может, даже кто-то Сархиза сюда едет Сразу в Карачаевск Раз там остановился Ну, что-то Сархиза сюда едет И Сархиза Опять-таки сюда Были Много где можно остановить И Нальчик Шех Тоже ходит Самолеты Да, везде Блин, а тоже площадка Просто там Короче, пробка Горожка Да? Ну, мы же еще назад Здесь поедем Если что Запоминать Ну, симпатичный перевал, конечно Еще хорошо Вот тут новую площадочку Строят Такую симпатичную Ну, там, я думаю Когда ее достроят Наверное, тоже Закачали будут деньги Брать там Но для фотосессии Они готовят ее Так что надо Быстренько поехать На фотосессию Прямо как хляву Еще даже Семейные фотосессии Здесь устраивают С арендованным фотографом Девушка Фотограф была Вот, дефис Я их не видел Ну, ты подошел Как раз Вот Двое на качеле качались Она их фотала Фотографировала Худенькая девушка Я встал Эти доски Подо мной Скрипят Думаю Худенькая девушка Я еще и по сторонам Не смотрю Смотрю Что хвататься Если в трус Сначала она на качеле Сидела Потом он Не подсела Она их фотографирует Сначала Были любители Такие как Ну, я их видел А потом Любители видел Профессионалов нету Да Блин Случаются Шикарно Да Я подошел на дорогу Перейду И все это Сфот Ну да Он как раз Разрыв Пойду Я тоже Только осторожен Нет Вот Получается Вот Где строящаяся площадка Это наверное Есть самая верхняя точка Получается Там Две тысячи Пятьдесят Примерно Ну, еще точнее Посмотрю В интернете Потому что Все Мы уже спускаемся Здесь Большие Сейчас уже Тысяча семьсот Десять Что ли Ну, все равно Даже меньше Конечно И на перевале И на смотрю В площадках Так как-то Спокойненько Все Ну, места красивые Очень Да Как на Джо Усу Мне же написали Комментарии Что Толпы Бродящих людей И Типа Больше ничего Ну, как есть Ну, реально Как есть Там такая Суета Такая Столько народу Ну, вот Мед Может быть Здесь даже Будет подешевле Чем У тех Ну Вон Пчелки Раются Да Давай на обратном пути У них спросим Цену и купим Или вообще Здесь Может быть Дороже Потому что Ближе Короче Ну, вот Опять же Пчелки Вдоль дороги Давай решим так Едем до конца Перевала Да Вот этих деревень Да Разворачиваем Седем обратно И опять Сегодня так И возможно Но на ту гору Все-таки Забраться Ну, я представляю Здесь в конце сентября Какая красота Еще бы Здесь еще А на Донбай На Архиз Я все-таки С ночевой Был лучше Даже на Архиз С ночевой Лучше Все-таки Даже если По этой дороге В Архиз Ехать Не знаю Ну, мне бы так Хотелось Не знаю Ну, давай точно С ночевой Ну, тогда мы будем Ехать Не будем останавливаться Ну, почему Там, может быть Другие виды будут Тут же где-то Что же Открывается Вид на Эльбрус Например Нет, завтра К нему не поедем Надо Работать Я думаю Например, какой Другой вид Открывается Нет, что Вроде как Вот там Где На первой площадке Вот это сердечко Было Там должен быть Эльбрус Что-то видно Что-ли Ну, по крайней мере Без тучек Будет другой вид Насчет Эльбруса Точно не знаю Но Просто Если мы на Донбай Поедем На самом Донбай И подняться Там тоже Цел день Я почему тебе и говорю И Тибир Да Если в Тибирде По лесу гулять Это тоже полдня Там такой лес Сказочный Поэтому Если остановлюсь Особенно осень Особенно осень Там лес вообще Сказочный Там Вот эти желтые Листочки Он такой Такой плотный Как бы Листва сверху Густая И листочки Эти Как дождик Такой Желтый Желтый Красивый Это как в той песне Листья желтые Над гордом Крушаться Это прямая Это тоже Больше Ну если нет То да Ну Да и вероятно Здесь Потому что по карте Везде утикано Смотровая площадка Смотровая площадка Красивый вид На село Снизу И склоны Ромашковые Но ромашка Мелкая-мелкая Как будто бы Вот она Недавно Только А трава Уже Вот Фотографируешь На увеличение Делаешь А трава Уже Желтая Кстати Вот это Все Все Вот это Вся полянка Где мы остановились В какашках Коровки Пасутся Да Поэтому осторожно Заехали в какашку Проехали по ней И чуть не наступили И идешь Так Сразу Внимательно Внимательно Смотришь Под ноги Типа сыр По утрам Че едите На стопаете Ну красиво Ромашковые Склоны Правда Какая-то мелкая Вся Но все равно Стоп Новый Ну Ну вот Село Это наверное Верхняя Восьмого марта А Восьмого марта Восьмого марта Восьмого марта Значит И сверху стоишь И сразу Эти вот Сельские звуки Петух Кукарекает Коровки мычат Вон они стоят На пригорочке Родная деревня Вспомнился Ага А когда стоишь Сверху Всегда звуки Отчетливо Слышны Чем-нибудь Зум Интересно Поставляешь Осенью Сколько из кразов Я обожаю Осень Просто за это Что-то парни Спрашивают А это местные Кого-то еще Кто Показывается Вернешь Повернешь Ну Регион Машины местные А там Повернешь 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 Вот коровки Вот сейчас Отсутся С остановки На контрасте Вот так вот И они на небе На самом деле Дереме тоже Ромашки росли На полях На лугах На полянках У нас они Слева град Да Их Просто Ножу Это не сквозь Они же такие Делаются Потом Только пропустил Корешки Или на зеленой травке Сверху А сейчас Я Настанулюсь Здесь вообще Настанулюсь Получается Дорога Поверху Огибает Село Село Внизу Оно Видит здесь Вообще Чтобы Люди Не мешали Проезжающие Местные Жители Что-то внизу Там Вверху Несколько Там Там Маленькая Председатель Наверное На самом Вверху Живет Что Всех Видите Тогда И Восемь Видят Здесь Они Вот такие А у нас Вырастали По пояс И Вот так Муром Как Усты Я Помню Что Беда Прям Знаю 57% Смотри Какой Огородчик Тоже Классно Да На склонах Огороды Поделены Участки Пойдешь 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 Вон Домик Старый Стоит Скот На склонах Пасется Здесь Им Конечно Вольно Что есть Наверное Зато По горам Походи Все Что Съел Калории Все Потратил Да Я смотрю Они Долго Сильно До них Ходят Они Боже Заставят Ну Трава Так Довольно Черт Знает Сколько Там Видишь Что Даже На Петр Объяснял Поэтому На Кавказе Короли Такие Другой Породом Как У нас Сибири У нас Сибирь Лечу Королу Кораблю Ну Им Нужно По горам Ходить Тоже Сено Заготавливает Да От Балкарской Стороны Отличается Вообще Вообще Конечно Раньше Было Все одно И то же Но Я имею ввиду Страна Географическое Отличается Кстати Какой-то Как домик Стоит Вообще И он Вот почему Деревья уже Желтые Вообще На солнце На солнце Выгорело Что Может быть Жаре Может быть Нет Нынче так парило Что Город Прошлого года Тоже парило В Пятигорске Очень жарко Колоритное Калоритное Красивейшее Место Вообще Просто Красивое И получается Такое Растянутое Можно вдали От всех Построить домик Чтобы соседи Подальше Были Вон Сверху Твоей коробки Смотрится красиво А как жить Не знаю Но из-за того Что в низинке Здесь навсегда тепло Ну и там И речка А вот так Ходить куда-то Там Магазин Вода Как свободна Речка Почти в любой деревне Такое Может что-нибудь Видеть Колоритное А тут Похоже Школа И садик Через дорогу Ну только Зиму Перезимали Деревну И все Потом Удовол Интересно Зачем Вон там Где-то А чем внизу Как будто Большой Упрямся Ну если Сюда На пригорок В школу Каждый день Ходить Выносливые Дети Будут Ладно В школу Поставь В гости От сверху Вниз В гости Пошел Ладно В гости Можно не ходить А в школу Ты хочешь Не хочешь Идти надо Какие те гости Это Паша Мехова Рассказывал Да А что Как-то обратно Пошел Говорит Упал Их себе В окрас Скатился В гости В гости В гости Ладно В школу Каждый День Ага Вот так Школу Прошел И с утра Фискультура Да Вот Улей Прошел 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 Альбомы в этом селе Есть 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 У кого Чтобы так Пчелы Пошлись Подальше От дороги Где-нибудь Там В глубине Остановку Люди ждут Автобус Похоже Ну Значит Автобус Навер В Черкесской Ходит Скорее Всего Какой-нибудь Либо Сто процентов Нише Пяти Либо Либо В какой-то Район Центр Ну Это Другая Республика Вообще О чем Говорится Да Республики Как бы Природа Другая Республика То Она Была Раньше Одна Кабардин Былка Речка Черкес А Вот Верхняя Мара Это И была Закончилась А То есть Получается Они Соединились Соединены Как-то Села Наверное Одно Начинается Заканчивается Сразу Второе Началось Поэтому Большое Да Поэтому Показалось Большое Да Это Получается Два Села Вместе Значит Только Одна Вторая А Это Наш Наверное Не Не Вот Нижнюю Мару Проедем По-моему Перевал Заканчивается Да А там Это Все Карачайска Сразу Черкеска Не Карачайска Да Карачайска Да Карачайска Черкеска Это Если бы мы Поехали на Арквиз Не по этой Дороге А по другой Мы бы Доехали Через Черкеск А сейчас Карачайска Вот на Карачайске Будет Развилка Налево Пошел Дамбай А Правее Пошел Арквиз В этих городах Только проездом были Поэтому Не отложилось в памяти Еще подлиться Разу подлом Точно В каждом городе Ну Проезд Проезд Вообще Безостанова Нет Мы кофе пили В кока-кока Разобрали Три Я уже не помню А нальтички Даже И проездом Не были Были Нальтики На проездом Когда С Грузии Ехали Нижний Мар У нас Навигатор Почему-то Опять Это Уже По Проезду Ну да Проездом В санчиках Хорошо Что вот Тоже На Эбрус На Джилусу Автобус Почему-то Навигатор У нас Как повез Повез Проселком Заброшенные дома Заброшена Большая территория Немаленькая Стоит По Остат Главное Продолжение следует Продолжение следует Ну это уже село Похоже Маленькое Такое И прям Много домов Заброшено Прям совсем Половину точно Люди уехали Ну что же Какого-нибудь Сель здесь Было Обычно же Такие места Покидают Когда Какое-нибудь Бедствие Стихийное Было Ну тут Ну не видно Что Просто брошено Ну вот Например Оказывается В Терна Тернынаус Как он правильно Произносится Я до сих пор Не могу Оказывается Там что Стихия небес Был там Сели Был огромный Ну там было Большие разрушения Много погибших И после этого И оттуда уехали люди Видел там Магазинчик У этого магазинчика Самого Развивая Прямо рубля Уж чай Какого-нибудь Творит Ну как в Турции Ну а что Ну классно было бы Тоже в Турции Так и скептически Относился Если бы не Турция Я бы До сих пор Чай не пил Я в Турции Полюбил чай Всю жизнь Я его терпеть не мог Не то что терпеть не мог Не понимал еще Нафиг чай Почему чай Вот так Теперь чай люблю После первой же заправки После первого Уже Халяву С таком чай Сейчас чай с утра Вообще Классное место Бесплатный туалет Интересно Эти работники там сидят Там идет мангаленная зона Там туда сюда И ничего не открывают Сегодня выходной Сказали же тебе Да Почему Ну среда у них выходной Он сказал Он говорит Сегодня выходной Четверг, пятница, суббота, воскресенье Рабочие А четверг, пятница, суббота, воскресенье Вторник Рабочие То есть Получается что и понедельник Тоже выходной что ли Ну среда точно Точно выходной Интересно Да Потому что вот эта машина подъехала Они сразу давай Прохочин Спрашивать В дверь ломиться В эту Где Свиниры продают И он тогда сказал Там Вот этот работник От которого пошел Деньги в туалете собрал Ну может потом Интересно Поэтому в туалете Наверное никто не сидит На сборе денег Что сегодня выходной А в прошлом году Нет Ну это как бы Практика распространенная Что-то На доверие Типа если уж сильно хочешь Тебе ничего нет Ну иди уже так Ну так-то да В принципе Чтоб не гадили Ну да Это как бы Хорошее такое дело А если имела честь То конечно Сюда оставишь Как-то Зажать 20 рублей Что следующий Ну вот опять Така дорога началась Все Все на северный путь Закончился Дорога тоже Там будет какой-то Село Покругнее Прям Будет село Это потом приезжаешь Это село Трасса будет Голевая Короче Трасса будет Трасса будет